Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Пятый смертельный случай от заболевания коронавирусом вошел в печальную статистику регионального управления Роспотребнадзора. Доходы окружного бюджета увеличиваются над суммой 2 млрд рублей. Доходы и расходы бюджета обсудили в собрании депутатов. Дорогу в аэропорт отремонтируют. Дорожные работы начнутся в июле. Их выполнению привлекут окружное предприятие Наринмар-Доримстрой. В окружном собрании депутатов Ниньского автономного округа обсудили очередные изменения в окружной бюджет. Вопрос рассмотрен на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Доходы окружного бюджета увеличиваются на сумму 2 млрд рублей и составят около 24,5 млрд. В основном увеличение бюджета произошло за счет поступления доходов от СРП по проекту «Харягинское месторождение» – более 980 млн рублей и за счет безвозмездных поступлений свыше 860 млн рублей. С учетом изменений расходная часть окружного бюджета на 2021 год составит около 27 млрд рублей. Наибольший объем средств направят Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта. За счет федеральных средств предусмотрено 800 млн рублей на строительство автомобильной дороги Наринмар-Усинск. С учетом дополнительных средств объем финансирования строительства дороги в 2021 году составит более 3 млрд. Предусмотрены дополнительные средства на субсидии на горячую и холодную воду, водоотведение и на твердое топливо, электроэнергию и вывоз ТКО. На эти цели дополнительно направят почти 260 млн рублей. На перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом межмуниципальным и межрегиональным сообщениям, а также водным транспортом добавляют более 142 млн. Предусмотрены средства на обустройство мест накопления ТКО в муниципальных образованиях – Харском, Омском, Пустозерском, Каратайском и Тиманском сельсоветах. Добавлены средства в сумме около 16 млн. на субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив. Запланировано финансирование 23 проектов в 11 муниципальных образованиях. Добавлены средства на проведение текущего и капитального ремонта учреждений образования, культуры и здравоохранения. Плюс 4. За последние сутки в регионе вновь выявили 4 случая заболевания коронавирусом. Один из ранее заболевших скончался. Такую нерадостную статистику приводит на утро 23 июня региональное управление Роспотребнадзора. На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории, уровня референс, находится 46 человек. В настоящее время в регионе зарегистрировано уже 5 летальных исходов от коронавируса. С начала пандемии проведено более 27,5 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекции. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит более 180 человек, близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует обязательный масочный режим. В режиме видеоконференц-связи глава региона обсудил с руководителями профильного департамента планы по ремонту дороги федерального значения в городе Наринмаре. Напомним, ранее глава региона Юрий Бездудный вместе со специалистами проинспектировал состояние дорог в окружном центре, в том числе дорогу, ведущую в аэропорт Наринмара. Тогда губернатор поручил исполняющему обязанности руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ инициировать дорожные работы в этом участке, поскольку состояние дороги федерального значения оставляет желать лучшего. Павел Масюков доложил главе региона, что после проведенных переговоров с компанией Упрдур Прикамья, за которой закреплена ответственность за содержание дороги в аэропорт, ремонтные работы начнутся. Планируется, что они пройдут с 1 по 15 июля. Суподрядчиком выступит окружная организация Наринмар-Доримстрой. Это будет ямочный ремонт, где-то будет участками, то есть там, где много очень ям, то есть они будут участками менять асфальт. В свою очередь губернатор обратил внимание на плачевное состояние участка дороги на пересечении улиц 60-летия Октября и Рабочий. Перед светофором очевидно, что ямочным ремонтом не отделаться. Там надо просто заново восстанавливать покрытие. И это нужно говорить подрядчику, что нас устроит только такой подход, когда дорога будет качественно сделана. После ремонтных работ, которые проведут дорожные рабочие Наринмар-Доримстроя, автомобильную дорогу покроют специальной защитной эмульсией и нанесут разметку. На сессии Совета городской округ город Наринмар принято решение о назначении дополнительных выборов депутата городского совета 4-го созыва. Дополнительные выборы в Совет городского округа по одномандатному округу номер 6 Портовый пройдут в единый день голосования 19 сентября. Напомним, мандат депутата освободился осенью прошлого года, когда председатель горсовета Денис Гусев был назначен сенатором от исполнительной власти Ниньского автономного округа Совет Федерации. Пока известно только об одном претенденте на освободившийся депутатский мандат. Предварительно голосование партии «Единая Россия» в Наринмаре по одномандатному округу Портовой выиграла директор Центра кадастровой оценки Ниньского автономного округа Елена Кислякова. В партийном праймеризе приняли участие почти 14% избирателей. Елену Кислякову поддержали 67% жителей, принявших участие в голосовании. На заседании постоянной комиссии по социальной политике собраний депутатов Ниньского автономного округа рассмотрена законодательная инициатива окружных парламентариев о предоставлении бесплатных лекарств для детей, проживающих в пришкольных интернатах. Депутаты предлагают включить детей, в том числе, достигших 18-летия из сельских населенных пунктов, которые обучаются и проживают в общеобразовательных организациях в категорию граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет окружного бюджета. В настоящее время в соответствии с окружным законом бесплатно предоставляются лекарства детям до 3 лет, детям до 7 лет из многодетных семей и детям инвалидам. По мнению представителей профильного ведомства, на указанные изменения не потребуются дополнительные средства из окружного бюджета. По предварительным данным в регионе живут и учатся в школах-интернатах 336 детей. Средняя стоимость одного льготного рецепта составляет более 2000 рублей. При обсуждении проекта закона депутаты предложили профильным департаментам проработать возможность включения учащихся из села, проживающих в общежитиях средних профессиональных организациях. Как выбрать наиболее выгодный режим налогообложения? Именно с этим вопросом в первую очередь сталкиваются начинающие предприниматели. Самые популярные варианты упрощенка и патент. Насколько удобен последний вариант и нужно ли что-то менять в патентной системе, обсудили за круглым столом представители бизнеса, департамента финансов и экономики, налоговой инспекции и уполномоченный по правам предпринимателей в Ниньском округе. Нужно ли увеличивать или уменьшать стоимость патента? Этот вопрос стал основным в ходе обсуждения за круглым столом, который был организован департаментом финансов и экономики. Сейчас цена патента не зависит от того, какой доход был получен предпринимателям. Сумма остается фиксированной. По словам представителей малого бизнеса, такая система не всегда удобна. Там доходность идет в районе 4 миллионов рублей. Просто у нас не все предприниматели имеют такой доход. То есть бывает очень маленькая какая-то торговая точка, у которой нет такого дохода. А раз нет такого дохода, следовательно, просто не окупается этот налог. То есть патент не окупается. Хорошо, вот у нас несколько лет уже, как наши депутаты, делали такую поблажку для наших предпринимателей. И у нас доходы, упрощенка, вот с доходов платится 1%, и это очень выгодно и удобно. То есть получил доход, заплатил 1%, умельчил на страховые износы и, грубо говоря, практически не платишь других никаких налогов, кроме фиксированных платежей. В Ниньском округе, где количество представителей малого бизнеса растет из года в год, растет и число предпринимателей, которые перешли на патентную систему налогообложения. Причем выросло в два раза. На сегодня 138 патентов выдано, 108 предпринимателей. Это составляет 10% от зарегистрированных и ведущих деятельностей. Вообще цифра эта на 55% больше, чем было в прошлом году. Это приятная статистика. Впрочем, регион все равно не выполняет показателей, установленных национальным проектом. Одна из причин – недостаточная информированность. Исходя из обсуждения, пришли к выводу, что действительно недостаточно информировано предпринимательское сообщество о том, что можно применять налоговый вычет на страховые взносы. Как видно из статистики налоговой службы, только треть предпринимателей, использующих патентную систему, пользуются налоговым вычетом. Наверное, это наш минус информационной поддержкой. Поэтому мы сейчас перезагружаем свою работу с тем, чтобы действительно довести до каждого, а может быть даже применить какой-то индивидуальный подход для определенных отраслей. Однозначно сказать, какой режим более выгоден для предпринимателя, нельзя. Все зависит от вида деятельности, дохода, региона ведения бизнеса и прочих факторов. По итогам круглого стола участники со стороны бизнес-сообщества высказались против изменения стоимости патента. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Провести каникулярное лето с пользой, приобрести новые навыки, познакомиться со сверстниками, научиться самому создавать настоящие мультипликационные фильмы с любимыми героями. Все это возможно в рамках программы «Культурные каникулы». Как создать мультик из пластилина и оживить его? Именно такие задачи решают ребята в мультипликационной студии «Кубик». Процесс создания мультика это достаточно кропотливая, но очень интересная работа. Ребята творчески развиваются, совершенствуют моторику рук и просто получают эстетическое наслаждение от конечного результата. Водушевлены, да, им нравится. В основном к нам идет начальная школа, потому что лепить в основном это их стезя. Да, в основном в восторге, когда уже дело доходит до анимации, у них начинают оживать человечки, там, персонажи их. Они, да, приходят в восторг иногда. Вот по несколько раз свои секунды пересматривают, перекручивают и всех зовут посмотреть скорее, как он там, человечек, не знаю, два сантиметра прошел вперед. Процесс создания мультипликационного фильма, на первый взгляд, покажется простым. Но чтобы получить достойный результат, без креатива не обойтись. Нужно продумать образ для героя и придумать замысел всего сюжета. Тут в лесу птичка летает. Она хочет подружиться с котиком. И как вы вот это все делаете? Ну, мы сначала лепим из пластилина, потом мы сделали вот это дерево и передвигаем понемногу вот эти персонажей. И делаем кадры, получается мультик. Также немаловажным этапом является создание фоновой зарисовки. От этого зависит настроение мультика. Мы делаем фон для того, чтобы потом на них поставить наших смешариков и чтобы у них взлетела ракета. Ну и итоговый этап создания мультика – это анимация. Ребята с помощью камеры фотографируют каждое движение героев сюжета. Сделав достаточно большое количество кадров, получается мультфильм. Процесс создания мультфильма доставляет ребятам самые положительные эмоции. Мы лепим фигурки и делаем из них мультфильм. Создаем. А что тебе именно нравится вот в лепке этих фигур и создание мультфильма? Мне нравится то, что пальцы разбивает. Когда ты все сделаешь, очень красивый мультфильм получается. И ты рад, что у тебя получился такой красивый мультфильм. Мультфильмы для детей – это увлекательное погружение в волшебный мир. Создание мультика – это целая вселенная невероятных тайн и сногсшибательных открытий. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и связанные с этим ограничительные меры пугают людей. С началом пандемии коронавируса мы были вынуждены кардинально поменять свой уклад жизни. Для некоторых это было сделать очень сложно. Что такое панические атаки и как с ними справиться, расскажет Елизавета Кабанова. Третья волна коронавируса в России привела к очередным ограничениям. Пандемия, карантин, масочный режим, закрытие различных заведений коснулись каждого. Всё это не могло не спровоцировать у некоторых людей различные состояния и расстройства. Постоянный стресс и переживания вылились в панические атаки. Зачастую паническая атака сопровождается сердцебиением, потливостью, страхом смерти, дискомфортом в области желудка, головокружения, сухость в рту. То есть довольно острое состояние, которое крайне дискомфортно для человека, которое продолжается несколько минут, ну или может быть до получаса. Вот такие частые, наиболее характерные симптомы. Помимо этого, люди, которые подвергаются панической атаке, они боятся страх смерти возникает, как я уже сказал, страх сойти с ума, головокружение в море. То есть такое крайне дискомфортное, неприятное состояние, возникающее без каких-то видимых причин. Также есть и схожие состояния, при которых у человека может возникнуть паника. Например, тревожнофобические расстройства. Но в отличие от панических атак, у них есть провоцирующий фактор. Так, при клаустрофобии у человека возникает паника в замкнутом помещении, и в дальнейшем он старается избегать таких мест. Панические атаки возникают периодически, без какого-то видимого интервала, скажем так. Сложно предугадать их начало. Поэтому, соответственно, у пациентов, страдающих этим расстройством, у них возникает, скажем так, озабоченность по поводу возможности возникновения новых эпизодов. Они в какой-то степени, ну, их беспокоит сама, так, о её последствиях. В настоящее время такое расстройство достаточно эффективно лечится. Назначается лечение специальными препаратами и психотерапия. Проблема в том, что люди иногда не понимают своё состояние правильно и не сразу обращаются за помощью. Мы решили узнать у наринмарцев, знают ли они, что такое паническая атака. Паническая атака – это когда у человека внезапно начинаются приступы паники. Я боюсь уколов. И, может быть, даже это и есть паническая атака, когда я прихожу в больницу на прививку какую-нибудь. Люди путают симптомы панических атак с другими заболеваниями, связанными с физическим здоровьем, например, сердечным приступом. Поэтому приходят к терапевту, потому что беспокоятся о своём состоянии. Мы часто видим ситуацию, когда люди месяцами ходят либо по врачам, либо они опасаются к нам по причине, возможно, каких-то социальных ограничений. Поэтому опасаются к нам идти, таким образом снижается у них качество жизни. Но хочу сказать, что никто в таком случае ни на какой диспансерный учёт брать не будет. Человек абсолютно анонимно получит, собственно говоря, квалифицированную помощь. Опять-таки вернёт своё качество жизни и в дальнейшем как бы какое-то время будет получать поддерживающую терапию. Ну и надеемся, вскоре, собственно говоря, забудет об этих неприятных симптомах. Если вы всё же столкнулись с признаками панической атаки, то специалисты предлагают попробовать дыхательную гимнастику, чтобы восстановить ритм сердца. Также можно попробовать как-то отвлечься. Например, сконцентрироваться на звуках вне дома или квартиры. Паническим расстройством страдают примерно 6% населения. Главное – вовремя обратиться за помощью, чтобы как можно скорее вернуть комфорт в свою жизнь. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Участились случаи мошенничества с использованием телефонных звонков и СМС-сообщений. Сотрудники ОМВД России по Ниньскому округу призывают граждан быть бдительнее и не доверять звонкам с подозрительными номерами. Подробнее в следующем сюжете. В последнее время участились случаи мошенничества на территории округа. С неизвестных номеров жителям поступают звонки и СМС-сообщения с настойчивым контекстом. О механизмах мошенничества нам рассказал начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Ниньскому округу Владимир Степанов. Ни в коем случае при поступлении звонков, где представляют сотрудниками банка или других государственных организаций, либо правоохранительных органов, ни в своем случае не стоит переводить свои денежные средства, называть свои персональные данные, также реквизиты своей банковской карты и какие-либо отшлить действия. Необходимо позвонить либо в сервисную службу, которая указана на карточке имеется, это телефон круглосуточный, поэтому можно обратиться по данному поводу. Механизмы, они стандартные, например, звонят с неизвестного номера с просьбой помощи близкому человеку, присылают СМС о блокировке карты или звонят с другого неизвестного, вот уже сказал, что 8495, это 8499, как бы Москва выходит сразу на телефоне, определяется и говорят перейти по ссылке или заблокирована ваша карта. Также опасность представляют недобросовестные продавцы на интернет-площадках. Телеканал «Север» призывает всех быть внимательнее и не дать себя обмануть. Катрина Тайборей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.